Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Пробило дно, как падение цен на американскую нефть отразится на российской экономике. Без майских шашлыков в Самарском Роспотребнадзоре заявили, что ждать ослабления режима самоизоляции пока не стоит. Как российские летчики летают за рубеж в условиях коронавируса. Эксклюзивный репортаж командира воздушного судна для нашего телеканала. Для всех тех, кто думал, что нет ничего более увлекательного, чем следить за новостями о пандемии коронавируса, американские биржи подготовили большой сюрприз. Затем, как цены на нефтяные фьючерсы пробили историческое дно, накануне следил весь мир. Лариса Шалафаст, не забывая о соблюдении социальной дистанции, связалась с экспертом, чтобы узнать, во-первых, что это было и, главное, как это отразится на всех нас. Американскую нефть марки WTI продолжает штормить. После исторического падения цены на нее немного оттолкнулись одна и пошли вверх, но затем снова поползли вниз. Накануне на Нью-Йоркской товарной бирже творилось что-то невероятное. Стоимость майских фьючерсов на топливо на закрытии торгов была минус 37 долларов, то есть продавцы доплачивали покупателям за покупку сырья. Беспрецедентное обрушение котировок эксперты связывают с резким падением спроса на нефть. Как может отразиться такое стремительное падение на российской экономике, мы решили узнать у самарского экономиста Андрея Лютикова. Чем дешевая нефть грозит для нас, простых россиян? В основном негативные ожидания россиян связаны с девалюацией рубля и подорожанием импорта. Всегда кажется, что обесцениваться рублю вроде уже дальше некуда, но тут пробивается очередное дно. Еще это грозит сдуванием финансовых пузырей, особенно акций нефтегазовых компаний. Наш рубль и фондовый рынок – это, в общем-то, нефть и есть. Историческое падение цен на американскую нефть во многом продиктовано пандемией коронавируса и теми мерами, которые предпринимаются для ее сдерживания. Люди по всему миру находятся в режиме самоизоляции и практически не пользуются машинами. Также значительно сократилось количество авиарейсов. Нефтехранилища переполнены. Коммерческие запасы сырой нефти в США достигают исторических максимумов. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства, избыточное предложение нефти в апреле составит 29 миллионов баррелей в сутки, а в среднем в 2020 году более 9 миллионов баррелей в сутки. Но эксперты считают, это временная ситуация, паниковать не стоит. Безусловно, ситуация этой временная. Так быть не должно. Саудовская Аравия собралась досрочно сократить добычу. Китай полностью восстановил свою экономику после коронавируса и потребляет нефть уже в докарантинных объемах. США закупят дополнительные 75 миллионов баррелей нефти в свои стратегические хранилища. Страны Европы постепенно, одна за одной, отменяют строгие меры изоляции и выходят из карантина. Так что сейчас самолеты начнут летать, автомобили ездят и повысится спрос на топливо. И вообще нефть – это не только топливо. Проще говоря, стоит ли беспокоиться тем, кто продает нефть, и радоваться тем, кто ее покупает, например, заправляет машину. Эксперты говорят, не стоит. Отрицательная цена в Америке – лишь сбой в матрице. Никому пока не будут доплачивать за полный бак на заправке. Обычная нефть по-прежнему в цене. Пусть эта цена в исторической перспективе и выглядит смехотворной. Два главных мировых сорта нефти, к которым привязана цена большинства других, торгуются на прежнем уровне, что и пару дней назад. Дальнейшую динамику этой цены определит баланс спроса и предложения, а не сиюминутная ситуация на одном из рынков фьючерсных контрактов. А баланс этот определится только после того, как мир выйдет из коронакризиса. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. Роспотребнадзор сообщил, когда в Самарской области наступит пик заражения коронавируса. Его ожидают в мае. Об этом руководитель регионального управления ведомства Светлана Архипова сообщила на заседании областного оперативного штаба. В режиме видеоконференции его провел губернатор Дмитрий Азаров. Также на штабе говорили о том, что пока нет предпосылок для ослабления режима самоизоляции. Пик заболеваемости будет через неделю-две, то есть прирост заболеваемости нашей, наверное, ожидается. На текущий момент не рассматриваю возможности расширения каких-то ослабляющих мероприятий. Моя задача – выполнение тех планов, которые мы вместе с вами намечили, которые утверждены на оперативном уровне, для того, чтобы у нас подошли на обязательность с самым жестким условием работы. И этим я буду настойчиво заниматься. Представители полиции рассказали губернатору, что выдали на постах ДПС 228 уведомлений водителям, которые приехали в Самарскую область из других регионов. Все они обязаны теперь отправиться на 14-дневную изоляцию. Силовики говорят, что приезжающие относятся к этому с пониманием. Сегодня в Самарском регионе подтвердили еще 8 случаев заражения. Всего в области 103 человека болеют коронавирусом. 15 выздоровели, остальные находятся на лечении в больницах. Первым делом – дезинфекция. В Самаре прошло заседание городского штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Руководители отраслевых департаментов совместно с Еленой Лапушкиной обсудили меры безопасности во время пандемии. А также поддержки тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. Информацию из первых уст узнала Мэрия Ялыча. Генеральная уборка улиц и транспорта, дезинфекция подъездов и общественных пространств. Эти меры безопасности во время пандемии обсудили на заседании городского оперативного штаба. Районные власти доложили главе города, что управляющие компании и ТСЖ в целом справляются с новыми обязанностями. Городской оперативный штаб работает в непрерывном режиме. Сотрудники муниципальных предприятий, которые работают в период пандемии, обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Помимо масок мы выдаем кондукторам и водителям еще и дезинфицирующие растворы и влажные салфетки. То есть мы выдаем это. То есть все это в полном объеме присутствует. И под роспись выдаются. Что необходимо продолжать делать? Это, конечно, усилить контроль, продолжать усиление контроля за соблюдением гражданных принципов изоляции на доме. Особенно группы риска, про которые все мы знаем и говорим, это лица 65 лет и старше граждан, имеющие хронические заболевания. Не прекращают свою работу и детсады. Открыты 215 дежурных групп. Продолжается и выдача продуктовых наборов семьям, малообеспеченным тем, где есть дети с ограниченными возможностями здоровья, а также сиротам. В планируемой неделе с 20 по 26 апреля запланировано выдача наборов 24 079 воспитанников должны получить. У нас пошло динамикой плюс 53 заявления получили на дополнительные льготы. Пожилым людям и тем, кто в трудной жизненной ситуации, помогают волонтеры. Записаться в ряды добровольцев может каждый. Для этого нужно оставить заявку на портале мывместе2020.рф. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События. В Китае люди по-прежнему продолжают заболевать новой инфекцией. За сутки там выявили 12 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 22 пациента, летальных исходов не зарегистрировано. В Поднебесную продолжают летать российские авиакомпании. Они перевозят различные грузы, в том числе и гуманитарные. Специально для нашей телекомпании командир воздушного судна Алексей Зайцев записал на видео рассказ о том, как сейчас в новых условиях работает он и его коллеги-летчики. И снял видео, на котором видно, какой контроль проходят самолеты по прибытии в Китай. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я веду свой мини-репортаж из китайского города Наньчанг, куда мы прилетели со своим экипажем в наше непростое время, во время коронавируса. Наверное, я один из тех немногих, и наша компания, которым повезло, и мы работаем в это время, не покладая рук, что говорится, и возим грузы по всему миру, в том числе и в Китай, и из Китая, и по разным странам нашей планеты. Сегодня, прилетев сюда, в Китай, мы готовимся выполнить отсюда рейс. Какой груз буду, точно пока не знаю. Скоро нам подскажут. Возможно, даже гуманитарные, маски, средства спецзащиты. И сейчас будем готовиться к перелету в другой город. Наш полет сегодня пролегает через часть Китая, Монголию, Красноярский край, Новосибирский. В том числе будем пролетать и над Самарой, где-то в районе северной части. Работа сложная, тяжелая, особенность Китая, но наша компания обеспечила нас всеми возможными средствами защиты, в том числе специальными универсальными масками, блокаторами вируса, специальными средствами для защиты. Около ста журналистов в России заболели коронавирусом. Об этом замглавы Минкомсвязи Алексей Волин сообщил на онлайн-пресс-конференции. Около 500 сотрудников СМИ находятся на карантине или самоизоляции. Один из заболевших недавно умер. О ком идет речь, замминистра не уточнил. По словам господина Волина, журналисты также относятся к зоне риска. При этом уровень доверия к СМИ среди населения растет. Происходит изменение и в самой отрасли. Мы видим, что сильно меняются форматы телевизионного и радиовещания. И новости все больше и больше замещают с собой развлекательные программы. У нас же есть данные с логических исследований, которые показывают, насколько уменьшилось количество скептиков в отношении режима самоизоляции и в отношении опасности эпидемии. Оно уменьшилось примерно на 25-30%. Никакого другого источника информации, кроме как СМИ, у людей нет. Вот вам результат. Ранее замглавы Минкомсвязи оценил потери медиаотрасли из-за коронавируса в 2020 году в 100 миллиардов рублей. По словам Алексея Волина, число пользователей растет, но доходы СМИ падают. Также сильно сокращаются рекламные бюджеты. Заместитель министра говорит, что некоторые сокращения числа СМИ неизбежны. Но он не видит в этом проблемы, потому что профессионалы работу всегда найдут. В этой отрасли их не хватает. Областные станции переливания крови испытывают дефицит. Такая ситуация сложилась из-за особого режима, в котором сейчас живет регион. Раньше работали выездные бригады. Они приезжали на предприятие и брали кровь у сотрудников. Теперь в условиях самоизоляции делать этого нельзя. В итоге количество доноров снизилось на 20%. Станция принимает энтузиастов только по предварительной записи и в строго назначенное время. Слово Елене Малютиной. Одна кровоздача может спасти жизни трём пациентам. Процедура длится всего 5-7 минут. За это время донор сдает 450 миллиграммов крови плюс три вот такие пробирки для дальнейшего исследования в лабораторных условиях на инфекции. Сдать кровь может любой здоровый человек. Но есть лимит. Женщины 4 раза в год, мужчины 5. За два дня до процедуры нужно отказаться от употребления алкоголя и тяжелой жирной пищи. В день процедуры нужно позавтракать и обязательно взять с собой паспорт. Игорь Гильдин уже 6 лет регулярно приходит на станцию переливания для того, чтобы пополнить её запасы. Говорит, приятно понимать, что может спасти чью-то жизнь. К тому же он всегда знает, что здоров, потому что перед процедурой проходит обследование. Приятно, когда приходит смс-ка, ваша кровь спасла жизнь человека. Такая смс-ка тоже приходит иногда. Приходил уже два раза за время пандемии. И при этом людей практически нет. Раньше можно было по часу ждать даже терапевта, потому что очень многие люди хотели вызывать кровь. Сейчас, скорее всего, просто боятся. Эпидемиологическая ситуация, конечно, внесла свои коррективы. Количество доноров снизилось на 20%. Раньше станция пополняла запасы на 40% во время выездных акций на предприятия, компании и вузы. Сейчас они под запретом. Сдать кровь можно в Самаре, Тольятти и Сызрани. Здесь позаботились о безопасности. Доноры, чтобы не контактировать между собой, приходят по предварительной записи в строго назначенное время. На входе они обрабатывают руки. Здесь регулярно дезинфицируют помещение специальными средствами. Обеззараживают даже воздух. Все сотрудники в медицинских масках и перчатках. Мы изменили, мы сегодняшний день подход. Мы отказались от донорства плазмы, потому что плазмы у нас на сегодняшний день достаточно запаса чуть ли не на год вперед. И поэтому перешли полностью на донорство компонентов, то есть это эритроциты или тромбоциты. Это также позволило решить вопрос с обеспечением лечебных учреждений. В Самарской области проводят около 300 переливаний компонентов крови в сутки. Подробную информацию, как стать донором, можно посмотреть на сайте службы крови, указанном на экране. 25 апреля состоится очередная донорская суббота. Доноров будут принимать в Самаре, Тольятти и Сызрани. Записаться на сдачу крови можно, отправив заявку на почту, которая указана на экране. Елена Малюцина, Николай Сидоров. События. Повышенное внимание главным самарским дорогам. Дезинфекцию Московского, Волжского и Красноглинского шоссе, а также улицы Демократической и Новосадовой проводят ежедневно. Это главные транспортные артерии Самары. Моют проезжую часть и прилегающую территорию спецсредствами в несколько этапов. Процесс санитарной обработки увидел Андрей Горгуленко. В респираторах и общевойсковых костюмах химзащиты дорожные рабочие каждый день выходят на борьбу с вирусом. Михаил Яковлев, который уже 8 лет следит за чистотой города, скромничает и не считает, что он и его коллеги занимаются чем-то героическим, сдерживая распространение инфекции. Говорит, что и до пандемии остановки мыли регулярно. Единственное, что поменялось, это форма одежды и содержание автоцистерны. Наиболее большое скопление людей находится на остановках. Транспорт ходит, люди выходят, приходят, контактируют друг с другом здесь. Поэтому и это основное получается. Стараемся вообще полностью обработать все. И сверху, и снизу, и снутри, и снаружи. Везде, где можем дотянуться. Остановки и тротуары обрабатывают раствором гипохлорида натрия. Его добавляют 2,5 литра на 1 куб воды. Оно сертифицировано Роспотребнадзором и безопасно для человека, если попадет на одежду или кожу. В зоне ответственности специалистов агентства по содержанию автомобильных дорог Самарской области находятся главные артерии города. Московское, Волжское, Красноглинское шоссе, улицы Демократическое и Новосадовое. Обработка подземных переходов, ограждений, тротуаров и остановок – это завершающий процесс ежедневной большой уборки. Первой водной процедуры принимает сама проезжая часть. По технологии мы очищаем пылесосами проезжую часть. После этого производим помывку проезжей части шампунем, жидкостью. После этого замываем и затем обрабатываем гипохлоридом же натрия проезжую часть. Мойку и санобработку улиц ежедневно выполняют по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Чтобы продезинфицировать все 50 километров автомобильных дорог и прилегающих территорий, в одну смену выходят 60 человек и 25 машин спецтехники. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Теперь соблюдение режима самоизоляции проверяют и инспекторы областного министерства лесного хозяйства. В их полномочиях составлять протоколы административного правонарушения в отношении тех, кто прогуливается в городских парках. Нарушителям придется раскошелиться. Причем штраф внушительный до 30 тысяч рублей. Вместе с лесниками проверить обстановку отправилась Мария Левина. Патруль в загородном парке лесники осуществляют каждый день. Только если раньше ограничивались предупреждениями, то сейчас дело гораздо серьезнее. Когда было постановление принято, изначально речь шла о профилактических мероприятиях. То есть больше было направлено на пресечение правонарушений, то есть извещение граждан на запрете. То есть мы проводили профилактическую работу. В настоящее время ситуация не позволяет сказать то, что становится лучше. Поэтому непосредственно теперь возбуждаются дела на стратегических правонарушениях. Такой штраф составляет от 1000 рублей до 30 тысяч. Протокол лесники сначала отправляют в надзорные органы, а после чего он попадает в суд. И уже там назначается конкретная сумма штрафа. Как правило, людей больше в теплую и солнечную погоду. А вот в такую, как сегодня, в облачность парк полностью в распоряжении пернатых и пушистых. Часто на такие рейды вместе с лесниками приезжает и министр лесного хозяйства. Если есть возможность с людьми поговорить, все-таки понять логику. Или действительно до людей информации не доходит, в чем я весьма сомневаюсь. Увидеть, какая категория более подвержена, которая нарушает. Вот это основная. Ну и посмотреть действительно для ребят. Я не первый раз здесь. Говорят, что немного в нашем загородном парке. Наверное, это хорошо. Проверяют всю территорию парка. От входа до береговой линии. До 1 апреля контроль за соблюдением режима самоизоляции и в парках, в том числе, был в полномочиях полиции. Сейчас же лесопарк в зоне ответственности лесников. Последние две недели они вступали в полномочия. В ближайшее время именно они могут наложить штраф за прогулку на свежем воздухе. Но главная цель, говорят инспекторы, это не наказание, а напротив, обеспечение безопасности самарцев в условиях повышенной готовности распространения коронавирусной инфекции. Мария Левина, Константин Головин. События. 21 апреля в России отмечается День местного самоуправления. Это праздник неравнодушных людей, которые искренне любят свой край и готовы работать ради его развития и процветания. Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарцев. Как активные жители меняют регион к лучшему, знает Андрей Горгуленко. День местного самоуправления – молодой праздник. В этом году он отмечается всего восьмой раз, но уже стал одним из любимых. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров уверен, что именно неравнодушие, целеустремленность и ответственность активных жителей области позволяет реализовывать полезные инициативы и преображать регион. Хочу вас искренне поблагодарить за вашу активность, за ваше неравнодушие, за ваше желание менять мир к лучшему. Но еще больше я хочу вам сказать спасибо за то, что вы это желание в полной мере реализуете, активно участвуя в реализации национальных проектов, выходя с инициативами, которые буквально преображают окружающий нас с вами мир. Чаще всего инициативы жителей касаются благоустройства своих дворов. Началось это с программы «Двор, в котором мы живем», которую запустили по инициативе тогда еще мэра Самары Дмитрия Азарова. Эта программа легла в основу национального проекта «Жилье и городская среда», по которому и сегодня преображаются дворы и общественные территории города. А в 2017 году в регионе начался губернаторский проект «Содействие». В этом году по программе будет поддержано 123 социально значимой инициативы жителей региона. Изначально обратились в отдел благоустройства администрации Кировского района. Нам сотрудники посчитали, предложили смету. Изначально проект был довольно-таки дорогостоящий. Мы решили, посоветовались с жителями, что такую сумму не сможем собрать. А без этой программы мы никогда бы, наверное, не смогли себе позволить такую площадку. Еще один общественный проект, который поддержал глава региона – «Культурное сердце России». Жители области сами решают, как и где они хотят проводить свой досуг, и какие концерты они хотели бы посетить. Конечно, нужны, во-первых, эти проекты, этот проект позволяет людям быть ближе к культуре, а люди, которые хотят заниматься творчеством, они могут напрямую общаться с зрителем, напрямую общаться с остальными людьми. В Самарской области особое внимание уделяется развитию местного самоуправления. Сегодня ни одно значимое решение в регионе не обходится без участия жителей. Андрей Горгуленко, События. Почувствовать себя барышней с портрета или стать частью известного пейзажа. В соцсетях набирает популярность челлендж из-за изоляции. Суть – повторить сюжет картины известных художников. С каждым днем участников все больше. Виртуальный флешмоб попал в фокус внимания ведущих западных СМИ. Не остаются в стороне челленджи и самарцы. Картина Николая Богданова-Бельского «Сидящий крестьянки и юный гармонист» ожила на глазах у Марии Левиной. Эта картина «Сидящие крестьянки и юный гармонист» написана народным художником Николаем Богдановым Бельским. Больше всего он любил изображать быт и повседневность, но делал это со свойственной ему самобытностью. В семье Сергаевых-Горелкиных любовь к творчеству в крови. Надежда проводит экскурсии на самарских предприятиях. В режиме самоизоляции работу, как и многие самарцы, приостановила. Но скучать дома не приходится. В социальных сетях огромной популярностью пользуется челлендж «Изоизоляция». Суть в том, что люди повторяют сюжеты картин известных художников. Надежда заинтересовалась флешмобом, а домашние ее инициативу подхватили. И вот в копилке семьи уже пять работ и тысячи лайков. Если чувство юмора в правильных рамках находится, правильный посыл, то, конечно, такие работы набирают наибольшее количество лайков. Люди пишут, люди пишут комментарии. Когда я сделала девушку с серпом из березы, она у меня получилась... Я делала с уважением к художнику, но получилось очень смешно. То есть, как будто я этим серпом убью всех, кто против России. И все об этом писали. Говорят, ну, нам теперь не страшно. Раз у девушки есть серп дома, значит, нам в России ничего не страшно. Перевоплощение происходит в считанные минуты. Для создания сюжета годится все, что прячется в семейном шкафу. Это игра. То есть, все мы играем. Мы все любим играть. И взрослые людям играют. И жизнь – это вообще большая игра. А здесь мы можем перевоплотиться, почувствовать, что художник пытался нам показать. Во многом выбор картины зависит от аксессуаров, которые есть в доме. С этим проблем нет. Ведь еще одно из увлечений семьи Сергаевых-Горелкиных – реставрация старой мебели и предметов обихода. Самый трудоемкий процесс – это костюмы. Их шьют сами. Нужно жить нескучно. Нельзя кушать и спать. Смысла нет в жизни тогда. А вот когда ты занят с детьми, с людьми – вот радость в чем. И мы живем, и вокруг нас тогда живут. Челлендж «Изоизоляция» стал популярным в сети. Он позволяет познакомиться поближе с именитыми художниками и стать ближе к искусству. Не стоит забывать, что каждый из нас и есть творец. Только вместо кисти и красок в наших руках выбор и поступки. А полотно и есть сама жизнь. И какими оттенками ее разбавить – это уже выбор каждого человека. Мария Левина, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...